А сейчас покажу вам еще один мой любимый магазин, он как раз за мной. Это флагман бренда Golden Goose в Emirates Mallet. И я очень люблю этот магазин, являясь клиентом бренда. Моя первая покупка, кстати, была, нет, не здесь, в России, но здесь я тоже покупала и осталась очень довольна и сервисом, и атмосферой в этом потрясающем пространстве. Сейчас вам все покажу. Вот так выглядит магазин снаружи. Он весь прозрачный, нет ни одной глухой стены, и это, безусловно, подкупает, смотрится невероятно стильно, открыто. Мне нравятся вот эти деликатные надписи о ценностях бренда, нанесенные прямо на витрины. Мы создаем новое, заботимся, мы разделяем и делимся, мы используем инновации и современные материалы. В общем, сами видите. Покажу вам отдельно вход в это невероятное пространство. Сейчас мы с вами зайдем, посмотрим его поближе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, я в самом сердце магазина. Это станция кастомизации. Здесь вы можете создать свою собственную пару, фактически сделать ее именной, добавить различные аксессуары, украшения и нарисовать все, что хотите, различные надписи. И когда вы покупаете первую пару и делаете кастомизацию, ваша фотография появляется на этой стене клиентов. Мне кажется, это невероятная память и атмосфера. Можно заменить звезду вот здесь. И вообще в целом можно заменить абсолютно все. Можно поменять подошву, можно заменить часть материалов верха и даже создать свою собственную пару абсолютно и полностью по вашему дизайну, которую сделают в Италии. Это займет некоторое время, но это того стоит. Она будет единственная во всем мире. В магазине много удобных сервисов для клиентов. Здесь можно принести свою старую обувь и сдать ее, потому что компания отдает в переработку то, что вы уже не носите. Здесь можно кастомизировать любую пару. Здесь можно сделать обувное спа. Здесь можно создать, как я уже рассказала, свою собственную пару по вашему дизайну, исключительно с теми цветами, видами декора, надписями, рисунками, которые вы хотите. Это очень круто. Займет примерно месяц, готовится все в Италии и пара придет к вам сюда. Покажу еще одну невероятную зону. Здесь, кстати, экран на потолке. Супер эффектная скамейка и подача обуви, конечно, тоже фантастическая. Даже сами ярлыки заслуживают отдельного внимания. Вдохновлено пляжами Венеции 70-х годов. Роскошный бренд. Невероятное вдохновение и удовольствие здесь находиться. Посмотрите на баскетбольные мячи. Старую канистру. У меня у папы такая есть в гараже. Еще в магазине очень много зеркал. Это отдельно заслуживает того, чтобы снять это невероятное пространство. И вот эти зоны для примерки в виде стульев, как будто бы в старом ДК, тоже смотрятся очень круто. А вот здесь я раньше никогда не была. Это примерочная кабина для того, чтобы померить одежду. Давайте зайдем, посмотрим, как она невероятно атмосферно оформлена. Здесь тоже все в зеркалах. Вторая часть магазина. Мне нравятся эти винтажные ковры на полу. Сочетание старинной мебели, на которой представлен продукт книги. Использованные в качестве подставок вот такие в виде палет. Варианты бетонные стены. И, конечно, зона с живыми растениями до самого конца. Вот так можно показать банданы. В выдвижных шкафах расположены ремни. Украшение в ящике под стеклом. Но он открыт, чтобы вы могли все рассмотреть. И снова детали выкладки на полках. Это альбомы. Здесь, например, Вивальди, Гендельбах. Там старинные кассеты. Снова канистры, журналы и книги. Глобусы и альбомы. Есть и зимний ассортимент. На книге с надписью Капри и Дольчевита, конечно, смотрится контрастно. Носки в металлических корзинах. И вот такая презентация на скейте. И на картах. Потрясающе. Как патчи. Можно приклеить термо наклейки. Значки. Классно. Смотрите, какие сокровища. Такие разные есть. Это броши, да? Одежду тоже можно кастомизировать. Посмотрите, какие сокровища. Смотрите, все, которые кастомизация была. Поставили сюда. Ну, в принципе, они все делают. И джакеты, и брюки. И не только голден гусс. Я знаю, что можно принести свою позицию тоже, да? Мне показали сокровища. Тут сразу хочется создать свой шедевр. Смотрите, сколько разных вариантов есть. Любовь на мой письмо. Да, да, да. Примеры вышивок на одежде. Даже на русском. Супер. Спасибо. Этот вышивок стоит 330 грамм. Спасибо. А здесь что? То же самое. Тоже примеры разных вышивок? Вот даже на деталях одежды можно посмотреть, что можно сделать. Вот так креативно оформлена зона с коллекциями для переработки. Ресайклинг. Сюда можно принести пару или сдать одежду. И эти позиции, которые уже не нужны владельцу, уже пожившие, отправляются на переработку в Италию. Невероятное внимание к деталям. Здесь печатная машинка. И в ней не просто страница с каким-то текстом, но письмо клиенту голден гуса. Наше путешествие начинается здесь, где-то в Венеции, между водой и камнем. Затем мы летим в Лос-Анджелес, в Токио. И это только начало. Покажу еще одну зону для примерки. Станцию кастомизации его сердца. И вот здесь как раз вы можете видеть меню услуг, которые бренд предоставляет своим клиентам. Это ремонт, это уход, это чистка, восстановление, реставрация. Здесь вы можете заменить шнурки, сделать другой финиш, например. Создать пару с кастомизацией, с рисунками, с новым декором. Также создать свою собственную пару. Это one of one. На экране есть также и цены. Также есть программа ресайклинга. В общем, максимум полезных, интересных инициатив для клиентов. И вот здесь еще классная отделка. Можно посмотреть обувь внутри. Все части, которые использованы для создания пары. Сколько здесь труда. В общем, потрясающий магазин. Мой любимый. Я узнала консультанта, с которым работала в прошлый раз. Она меня тоже узнала. У нас даже есть совместная фотография. Это, конечно, классный персональный теплый момент. Надеюсь, вам понравилось здесь. А здесь, кстати, пример того, как можно подогреть интересы и ожидания аудитории, когда стройка только идет. Невероятный баннер, который говорит нам о том, что здесь будет кафе, бестро и булочное. Французским, возможно, ассортиментом. Потому что это европейские улицы. И название тоже французское. И сразу хочется окунуться в эту атмосферу. Хотя оно еще и не открыто. Посмотрите, как классно выглядит персонал в Том Браун. Корнер бренда Eleventy, который мы с вами смотрели только что в Concept Store Z. Расположен также и в Emirates Mall отдельно. В виде поп-апа. Здесь тоже очень красивая подача. Очень приятное оформление поп-ап-стора. Бренд производит потрясающее впечатление. Здесь аромамаркетинг невероятный. Кстати, не знаю, от него или от вновь открывшегося Dior. Но аромат в воздухе разлит невероятный. И еще один магазин. Один из моих любимых здесь, который я хочу вам показать. Это Level Shoes. В общем-то тоже Concept Store, который собрал под своей крышей самые разные бренды. В Level Shoes есть магазины моно-марки. Здесь вы можете увидеть Louis Vuitton, например, Gucci, Chanel, Manolo Blani, Saint Laurent. В общем, практически все бренды люкса. А также большие мультибрендовые зоны. В целом здесь сотни самых разных марок представлены. Очень широкая селекция, много коллабораций, специальных коллекций. В общем, это там лидер Ближнего Востока в обуви и аксессуары. Сейчас как раз идет распродажа и смена сезонов. И одна из зон выделена под обувь со скидками. Она расставлена по размерам. Здесь, например, 40-й. Здесь 39-й. Очень удобно ориентироваться. Покажу вам, какой красивый магазин, какое оборудование здесь использовано для презентации. Например, вот такие золоченые конструкции, где обувь выглядит как настоящее сокровище. Бренды тоже оформлены по-разному. Вот здесь, например, корнер Клоэ за большой тяжелой портьерой. А это узнаваемый небесно-голубой корнер Миу-Миу. Ассортимент очень широкий. Бренд находится на пике популярности. Очень много позиций занимают топ-места по продажам. Поэтому здесь очень широкий выбор. Это корнер бренда Александр МакКуин. Конечно, селекция здесь учитывает вкусы клиентов Ближнего Востока. И очень много моделей декорированы. Украшены кристаллами, стразами. Много драгоценных металлов. Здесь мне очень нравится освещение и сочетание светлого дерева. Такого спокойного фона, на котором авангардные модели бренда смотрятся очень эффектно. Не спорит с ним интерьер. И мне очень нравится вот эта стойка и зона презентации оправ для очков вместе с зеркалом. Показывала ее уже много раз и не могу снова пройти мимо. Очень удобно остановиться и померить. Еще одна великолепно оформленная зона, отсылающая нас к морской круизной тематике. Сан-Тропе, Дубай, Париж, Канны. И коллекции, которые представлены здесь, дополнены декором, относящимся к морской теме, к теме путешествий. Здесь представлен бренд Брунелла Кучунелли. Новая сезонная коллекция. Великолепное оформление. Настоящая эстетика. Просто посмотрите. Эти паруса из текстиля. Спасательные круги. И вот это, я не знаю, как правильно называется, то, что размещают на яхтах груз или балласт, баланс. Знатоки меня поправят. Оно тоже брендированное. Брунелла Кучунелли. Невероятная красота. Здесь тоже активно используют манекены для того, чтобы представить аксессуары. Не только одежда, может быть, на торсах и манекенах, но и головные уборы и только сумки. Типичный вариант для мультибрендов, которые представляют и премиум, и люкс. Ну и, собственно, в эконом-сегменте я тоже такие приемы вижу. Для клиентов бренда в магазине есть кафе, где вы можете выпить кофе, попробовать десерт. Оформлен тоже очень красиво. И совсем недалеко расположены и коллекции. Информация о скидках подается очень масштабно на больших цифровых колоннах. Это еще одна зона в магазине. Давайте зайдем. Здесь представлены разные бренды. Верба напоминает нам о приближении весны. Покажу вам вот такое нестандартное оборудование, где каждая модель соло привлекает внимание. Внизу вы можете посмотреть сумки либо альтернативные пары. Вот так выглядит зона, где вы можете посмотреть спортивные коллекции. Кроссовки, угги. Здесь тоже есть большая цифровая стена, рассказывающая о текущих акциях в магазине. Колонны, зеркала и большая зона с коллекцией. Отдельная касса. Даже полки для обуви брендированы. Зона спортивной обуви организована по брендам. Здесь, например, вы можете видеть коллекцию Adidas. Есть отдельная зона с Nike. Такая же стена с New Balance, например. И со многими другими спортивными брендами, которых здесь огромное количество. В обувные зоны органично встроены стойки с косметикой по уходу за обувью. Мне нравится, как это реализовано здесь. Здесь Alex Regato. И здесь самые разные марки, в том числе нишевые. Фактически такой лабиринт из обуви, где вы можете выбрать понравившуюся пару и потеряться в этом царстве. Недавно здесь открылся и бутик Golden Goose на постоянной основе. Мне нравится оформление этого бренда. Тоже потрясающие детали презентации. Давайте посмотрим. Здесь представлены и часы. Очень креативная подача. С фотографиями и коллажами. Такая интересная штука. Сейчас снова разговаривала с консультантом уже в Golden Goose. Он спросил, работаю ли я в ритейле. Да, я работаю в ритейле. Рассказала ему, чем я занимаюсь. И он, в свою очередь, познакомил меня с новым магазином здесь. Сказав, что именно здесь, в Level Shoes, у бренда Golden Goose представлены эксклюзивные позиции. В том числе экзотические кожи, например. И отдельные модели, которые больше нигде нельзя купить. Часть позиций также может быть представлена только в Милане и здесь. И еще я вам покажу сейчас немного этот магазин, потому что он мне очень нравится. И я никак не могу перестать снимать их интерьеры и сервисы. Он довольно большой. Вы видите три входа. Нет витрин. Потрясающее оборудование. И вот здесь тоже станция кастомизации с огромным экраном. С выбором кож. С выбором фурнитуры. Где вы можете создать собственную пару. Большое меню на стене, которое говорит вам об услугах. И просто невероятный аромамаркетинг в магазине. Я желаю вам ощутить это хотя бы однажды. Просто посмотрите, какая огромная зона. Сколько потрясающих материалов вы можете выбрать для того, чтобы создать свою пару. Как это сверкает. Давайте посмотрим здесь. Очень много эффектных деталей, которые помогут вам создать все, что вы пожелаете. Вот здесь мне нравится этот состаренный плакат с описанием, видимо, разных кристаллов. Потрясающие крупные кристаллы на пятке. Еще одна деталь оформления. Большой комод. Пара в разрезе. И схема. Вы можете менять здесь все, что хотите. И, конечно, сердце магазина. Это станция кастомизации. Декорирована огромным количеством обуви, которая уже либо еще в процессе создания нового стиля. Вот здесь можно посмотреть, что можно поменять. Например, нашивку или звезду сбоку. Это потрясающе. Можно также выбрать вариант с разными шнурками. Нарисовать рисунки, которые вы захотите. Написать все, что хотите на подошве. Фантастическая атмосфера творчества. Не сейчас, но я вижу, что вы профессионалисты и можете делать все. Спасибо большое. Здесь еще есть ремонтная мастерская. Тоже большой прайс сразу в магазине. Можно выбрать все, что вам нужно. Починить, отремонтировать, поменять. А еще персонала, который работает на станции кастомизации, ремонтом. Очень классная форма. Я попросила разрешение снять. Мне дали добро. Поэтому я вам показываю, как это эффектно и стильно выглядит. Персонал торговый тоже очень эффектно одет. Вот как раз колонна говорит нам о том, какие сервисы вы можете найти у Golden Goose. Здесь замена звезды, сваровские кристаллы, персонализация и ремонт всех видов кроссовок, сумма обуви. И в том числе обуви формальной на каблуках. Что еще есть в мультибрендовом бутике Level Shoes? Здесь, кстати, представлены улги. Разные модели и стили. А вот здесь вы можете узнать об инициативе бренда по приему обуви бывшего потребления. Нужно поместить обувь в пакет и положить ее в этот контейнер. Здесь есть ограничения. Принимают обувь всех размеров и видов, кроме обуви с каблуками или моделей, которые были уже очень хорошо поношены или повреждены. Это благотворительная инициатива. И смысл ее в том, что пары, которые вы носили аккуратно или не использовали, найдут новый дом. А это зона с детским ассортиментом. Потрясающе оформленная. Стены со звездами. Внутри большая ракета, в которой детки могут играть. Вы слышите их радостный возглас. Ракета, кстати, летит на Северный полюс. И внутри есть станция управления. Мне нравится здесь цветное оборудование со стоперами. Можно разместить обувь, аксессуары. Вот, например, идея от Fendi. Они мягкие, из фетра не скользят. И зеркала здесь тоже словно для мамы и дочки. Или для папы и дочки. Такие двойные, в которые может посмотреться и маленький клиент, и его взрослый спутник. Собственно, вход в Level Shoes. Сразу понятно, что это детский ассортимент по количеству ярких цветов и деталей. Я не смогла отказать себе в удовольствии зайти сюда, когда дети ушли. В общем, здесь целый пульт управления. Мы с вами тоже полетим на Северный полюс. Ту-ту! Ну что ж, на этом обзор моих любимых магазинов в Дубае завершен. Буду рада вашим откликам, комментариям, впечатлениям. Пишите, что вам понравилось. Какой магазин произвел на вас наибольшее впечатление. Что запомнилось. Буду очень рада. Спасибо, что смотрите.